У тебя большое уважение, прежде всего, для вас вывезти, потому что, как всегда, у нас деревни, село, действительно всегда были донором и кормили всю страну. Про это, наверное, нужно всех не забывать. С уважением он относился к почтению и пониманию того, что все люди, кто вокруг отрасли, работают на обладательство нашего промышленного комплекса. Это первая разница, которую я хотел бы сказать. А тема, все-таки, заявленная, если есть какие-то вопросы участия за темой мероприятия, я здесь все время буду общаться с теми, с кем не знакомы, познакомиться. Тема была заявлена следующая. Это социальная миссия банка. Одно из направлений реализации социальной миссии банка это развитие лайн-платформ. Потому как цивилизация, эта тема актуальна сейчас очень далеко от сегмента экономики. И банк развивает в том числе лайн-платформы для расширения и каналов сбыта, и приобретения, и средствующих растений, и для счетов на вреде, и семян, животных. Практически всего. Всего ряда данных платформ, которые необходимы для осуществления деятельности нашей семьи. Соответственно, есть вот такая площадка своего и фермерства уже много, в том числе, я смотрю, и здесь есть большие предприятия, которые уже не пользуются как и на публике, как и разобреющие деньги. Значит, для кого эта площадка создана? Для семейного производителей продуктов питания, поставщиков сельхозтехники, удобрений, семян, животных и кому, как я уже сказал. Значит, что там можно сделать? Кроме того, чтобы приобрести все обозначенные товары, также воспользоваться агросервисами различного характера, там, и агроном-онлайн, и ветеринар, и так далее. Классический банковский сервис, естественно, ну и современный, там, финансовый сервис по обслуживанию в Лотвее, и в общем, с улицами. Также, да, можно ознакомиться со всеми актуальными новостями по обслуживанию. По обслуживанию со всеми новым направлениям, которые для нашего региона фактуальны, как сельский призм, агротуизм. У нас есть активные представители в области, которые уже сегодня реализуют такие, значит, различные мероприятия, как виды туризм, у нас, например, там, единоц, на моей единице, действительно, сельскохозка, и граника представляет такие предложения. Соответственно, любая платформа, которая дает инструментарий, она не будет живой, если там не будет людей. То есть главное, то, что она создается для того, чтобы ее активно использовать, чтобы получать новый канал сбыта в формате YouTube, желающие реализовывать тех, как у семена и другие необходимые товары, чтобы получать канал коммуникации с набиранием, прямой непосредственно. Так, на заметку скажу, что на Сан-Хермерсе уже будет у нас посещала шоу, записывая, из них более полтора тысяч в нашей области. Вот. Другой инструмент, как называется «Родное», для малых форм хозяйства, мы, конечно, всего подготовлен, для реализации посредственных продуктов, сельскохозка, молоко, сыры, мясо, молоко, яйца и т.д. и т.д. У всех тоже права, битуси, со скоростью доставки до конечного потребителя в офис, на дом, все будут в нашей области. Ну, так как, если кратко, наверное, пробежаться не занимает много вашего времени, также скажу, что есть площадка «Свое село», которая позволяет реализовывать проекты по строительству жилья в сельских территориях, там можно, значит, получить поддержку и архитектурную, и по адресату материалов строительных. Также, вкратце, наверное, напомню, что и для консервиров есть площадка, которая позволяет обращать услуги членов жилья ботеки для пенсионеров, и доставить следующие услуги. Ну, вот так кратенько, коллеги, онлайн-сервисы с компанией «Разбравка», которая позволяет компаниям агропомышленного комплекса, решает каналы, и оказывает свои услуги, в том числе и для семьи. Вот тема, которую затронул Владимир Владимирович, очень важна, поскольку банк сейчас на себя взял функции практически подготовки кадров, коэффицированных для сельхозпредприятий, для фермерских хозяйств сельхозпредприятий. И это очень важно. Можно получить хорошее образование и статус выпускника гуза фактически. Для многих это актуально. Мне хотелось бы спросить Владимира Владимировича. Вот сейчас сделаем беспокойный рост в процентной ставке, и это приведёт наверняка к удорожанию взаёмного финансирования. Как это отразится на аграрии? Шона фермера. Учат, конечно, и маркиры фермера, а специалисты ДАТО аграрного университета. Мы же выступили с инициативой и поддержали финансово. Да, действительно, уже обучение закончено. Мы в пятницу будем учать неповно 20-ти выпускникам. Спасибо, что объединили. Это действительно важная такая миссия, потому что у неоднократных предприятий представители от бизнеса которые говорят, что да, самый главный, наверное, сейчас вызов – это кадр. Поэтому мы устраиваемся в путь в повестке, и там, где можно, оказать поддержку. Но в любом случае, зачинайте, наверное, с инициативой уступа. Отвечая на вопросы касаемо увеличения ключевой ставки, к счастью, к сожалению, это вопрос для наших детей. Перейдём к увеличению процентных ставок. Скорее всего, да, там уже источник денег у нас центральный банк, но я бы, наверное, отметил то, что у нас большинство кредитов, в общем-то, все субсидируемые. Поэтому, за рамки, пока я не видел, у них постановление правительства, чтобы ставка рекордного финансирования позволяла прилиться 5%. Поэтому, на текущий момент, скорее всего, за 5% за финансирование если постановление проектов не будет. Коммерческие ставки пользуются, но это такое крайне верное явление. Алексей Павлович, не даст рисовать, практически все субсидируется сейчас. Поэтому, мы не ожидали какие-то серьезные процессы. То есть, объём основной финансирования идёт по ставке до 5%? Да. Замечательно. Есть вопросы? Мне кажется, тебе радость, что я с правительством ставку рекордного финансирования до 3%? В России он сейчас 5-6, по-моему, постоянно. Ставки рекордного финансирования будут уличные? Алексей Иванович, а вы когда обращались к государству? Здравствуйте. Я отвечаю, что это постоянно. Вам точно могут сказать, что вот этот вопрос, ну, мы можем сегодняшним с вами ставить. Такие ставы, которые вы обозначили, на спущий день, ну, нет. Мы гораздо более, что это даёт. Спасибо. Мы готовы. Я думаю, что у нас сейчас фармирована вручка. Мы сейчас предлагаем... Я не применю, я даю 10% в месяц. Ладно, даже 10% можно приводить. У вас лишний день, я не лишним никогда не буду делать.